всем привет в эфире ring game studio у нас значит уже пятый выпуск по созданию divinity на unity сегодня мы поговорим про инвентарь и сделаем его заготовочку для того чтобы в принципе с ним можно было дальше работать первую очередь посмотрим непосредственно в divinity и посмотрим как инвентарь выглядит там у нас значит есть какое-то количество ячеек видимо изначально ограниченное которое может быть увеличиваться если есть какие-то сумки окошко можно таскать понятное дело я этим пока заниматься не буду здесь есть разные виды предметов и их можно сортировать собственно мы вот это и воссоздадим сейчас давайте зайдем в unity и посмотрим как это у нас там выглядит спускаем нажимаем буковочку и открывается инвентарь здесь уже есть какое-то количество предметов и соответственно можно их сортировать на все снаряжение еда магические предметы ингредиенты разные книги и ключи собственно все это работает все прекрасно сейчас инвентарь заполняется голым арт-кодом сейчас мы зайдем код и посмотрим как это выглядит так у нас значит есть некий компоненте инвентарь что внутри себя представляет здесь есть ячейки если быть точнее их количество да то есть сколько ячейк у нас будет подразумеваться что это величина может меняться со временем есть коллекция из собственно айтемов то есть предметов это достаточно простенький класс просто с кучей полей то есть что из себя представляет там айди имя описание тип предмета это просто перечисление как раз таки нужное для сортировки ну в дальнейшем не только для сортировки но и изначально для него что там еще пометочка что мы сделали его товаром сейчас пока никак не используется это для отдельной вкладочки товаров удивитесь такое было и вообще было достаточно удобно но я это пока делать не стал максимальное количество предметов в одной ячейке текущее количество иконочка на которую мы будем ссылаться и моделька в случае если это надо будет выкинуть по сцену допустим из инвентаря и соответственно создать экземпляр этого предмета на сцене здесь у нас значит есть метод добавить в инвентарь получает на вход айдишник и количество проверяет если у нас уже такой предмет в инвентаре если он есть и количество его не больше максимально допустимого то прибавляем правда может быть косяк потому что может быть у нас уже есть 5 максимально допустимая 6 а мы пытаемся прибавить 8 и это тем не менее сработает и все будет хорошо в идеале нужно разделять на разные ячейки в таком случае опять таки это все сильно на будущее если нет то добавляем новый предмет все просто ну и вот здесь тот самый хардкод про который я говорил то есть у нас сюда просто добавляется сейчас захардкожено количество каких-то предметов собственно чтоб можно было с ними работать и здесь получается это все дальше самое интересное это собственно инвентарь не а именно но его отображение то есть пьюшка юайка вот это все безобразие так здесь у нас вот есть панелька которая по нажатию на клавишу ну даже на нашем случае и будет просто делаться активный вот таким вот образом здесь соответственно есть дополнительный скриптец тоже инвентарь она называется инвентарем не а юай инвентарь который в себе содержит ссылочку на панельку сейчас мы сделаем вот так то есть вот он у нас выглядит вот так вот здесь есть вот это вот заголовочная шляпа кнопка для закрытия ничего интересного это кнопки сортировки и дальше непосредственно панелька где будут айтемы то есть предметы размещаться здесь положен гриб грит бокс чтобы все это было как сеточка выглядела ну и в принципе как бы вот сюда мы и ссылаемся дальше есть ссылочка на префаб одной ячейки которая представляет себя тоже не объект юайн это кнопка внутри которой еще картинка и текст для того чтобы отображать количество так и ссылочка на game controller собственно наш основной game controller об этом уже сейчас дальше внутри во первых у нас есть ссылка на инвентарь непосредственно тот самый который лежит на персонажа мы его получаем в момент открытия то есть он сюда задается вот как раз для этого нам нужен game контроллер то есть мы обращаемся game controller у получаем текущего выбранного персонажа и у него получаем его инвентарь сделано пока что-то порно потом когда-нибудь я через какую-нибудь там инъекцию зависимости все это дело захерачил чтобы было красиво окапливать дальше соответственно это все происходит он и не был то есть в тот момент когда окошко становится видимым и дальше вызывается метод build view где мы в первую очередь создаем количество по количеству именно ячейки то есть тупо создаем инстансы наших ячеек добавляем их коллекцию чтобы с ними можно было дальше работать и после этого это вызываем метод отобразить все не отобразить все соответственно мы берем у нас есть коллекция displayed items и она клонирует в себя все айтемы из инвентаря после чего вызывает метод rebuild rebuild view для того чтобы мы отобразили новые которые какие-то у нас предметы которые в инвентаре есть для начала нужно грубо говоря почистить все что было до если там что-то было соответственно вот здесь это все чистится и дальше вызывается метод load item info которым мы идем по всем дисплей это этому и во первых да получаем текст количество если он больше одного соответственно мы его пишем если не нет то просто ничего не пишем текст остается скрытым и потом из адреса был мы загружаем спрайт иконки и размещаем его внутри собственно наше вот ячеечки в идеале здесь нужно как-то более грамотно все это сделать то есть загрузить потом при закрытии выгрузить это из памяти для повторного использования использовать то что уже загружено сейчас у меня вот совсем по тупому но как говорится работает не трогай и дальше то у нас есть еще интересного собственно непосредственно вот эти вот кнопочки которые сортируют у нас получается добавлено к ним обработчик события событий он клик на все понятно да шоу олл тот же самый тот же самый метод который мы только что посмотрели на все остальные идет вызов метода sort by type и передается параметр тоже достаточно хардкод на сейчас это все выглядит возможно когда нибудь я это все поправлю но принципе плевать пока работает значит мы получаем тайп приводим его к типу непосредственно и дальше просто через линк все это дело сортируем и дальше точно так же вызываем как как до этого rebuild view и lot item info items info и все это у нас отображается то есть если мы вернемся еще раз посмотрим на вот у нас все есть все собственно как есть да свиток у нас в единственном экземпляре соответственно сюда текст не подгрузился мясо бутылки зелья больше одного и соответственно текст погрузился и отобразился вот примерно и все сейчас следующем видео мы причешем все это безобразие в том плане что я постараюсь избавиться от большинства хардкода и все это переведу на базу данных чтобы уже информация об этом хранилась базе данных немножко может быть нормализую непосредственно сами типы данных хранения чтобы не было лишней информации сделано будет не подбор предметов можно будет залезть в ящики посмотреть что внутри ящиков и забрать оттуда по одному предмету либо все и также доба доработаю не доработаю а получается разработаю систему реакции на взаимодействие с какими-то объектами в частности в оригинальной игре вот здесь вот стоит вот этот электрическая херня и на ней стоит черепушечка и наш персонаж может к нему подойти и сказать что там у него прическа отличная вот соответственно такие приколы мы тоже сделаем и это все в следующем видео но даже по тексту понятно что он дофигища работы поэтому скорее всего еще неделька на это все это уйдет вряд ли быстрее поэтому ждем скажем так только видео к следующей неделе ну и ну и пока все по-прежнему призываю всех писать комментарии потому что мне интересно ваше мнение я вообще никогда не призываю подписываться но наверное глупо с моей стороны да подписывайтесь ставьте лайки вот эта вся стандартная фигня вам не сложно мне приятно как там это еще должно говорить ну и как обычно исходник всего этого безобразия на бусте будет лежать если есть вопросы то можно в дискорд на бусте соответственно всем подписчикам выдается доступ в чат в телеграме я там всегда на связи буквально всегда когда не сплю по крайней мере да и соответственно достаточно оперативно могу отвечать на какие-то вопросы дискорде чуть хуже я как бы тоже там почти всегда нахожусь кроме выходных разве что точно также смогу отвечать там на какие-то вопросы дискорд доступен не только для подписчиков густи а вообще для всех также описание ссылка на группу вконтакте вступайте туда и собственно все все больше ничего не хочу говорить все уже сказал увидимся в следующем видео